Библейский портал экзегет.ру представляет Четвертая глава книги Иудифи, я читаю ее в традиционном синодальном переводе для библейского портала Экзегет. Ну вот у нас, собственно, три первых глава, они задают такую сцену, экспозиция «Завязка» из классического учебника «Литература Ведни». История очень простая. Жестокий царь, здесь его зовут Новохадоносор, и он считается ассирийским царем, что не совсем исторично, отправляет своего полководца Алаферна, грубо говоря, уничтожая окрестные народы, которые хотя бы замедлят покориться этому великому царю. Вот такая великая империя, которая завоевывает все, что только можно. И вот, наконец, это войско подходит к границам израильской земли или Иудии. Что скажут те? В общем-то, могли бы покориться, казалось бы, но есть одна деталь. Новохадоносор себя считает главнее всех богов, и поэтому Алаферна, занимая разные территории, уничтожает там все местные святилища. Вот на это уже израильтяне пойти не могут. Они не могут сделать своим богом Новохадоносора вместо Господа. Поэтому такой вариант имени обсуждается. А что они могут сделать? Вот четвертая глава с этого начинается. «Сыны Израиля, живущие в Иудии, услышав обо всем, что сделал с народами Алаферн, военачальник ассирийского царя Новохадоносора, и как разграбил он все святилища их, отдал их на уничтожение, очень, очень испугались его и трепетали за Иерусалим и храм Бога своего. Потому что недавно возвратились они из плена, недавно весь иудейский народ собрался и освящены от оскорбления сосуды, жертвенники и Дом Господень». Вот еще один явный анахронизм. У нас, смотрите, с вами было несколько великих империй. Ассирийская, Вавилонская, при Вавилонской империи разрушен храм, а потом Персидская, при Персидской действительно восстановили этот самый храм и вернулись в Иерусалим. У нас как раз Новохадоносор, на самом деле Вавилонский царь, правит Ассирийской империей, но храм уже восстановлен, как при Персидской. Но я напомню, что это все-таки, видимо, притча, которая описывает жестокую, властную, самолюбивую империю, ставящую своего царя на место Бога и народ израильский, который должен как-то с этим справляться. Итак, недавно весь народ иудейский собрался, освященные от осквернения сосуды, жертвенники и дом Господень. Они послали во все пределы Самарии и кони, и ветероны, и вельмены, и рихоны, и в Хову, и в Иссору, и в равнину Салимскую, то есть разной области Израиля, заняли все вершины высоких гор, оградили стенами находящиеся на них селения, отложили запасы хлеба на случай войны, так как нивы их недавно были сжаты. А великий священник Иоаким, бывший в те дни в Иерусалиме, написал жителям Ветилуи и Ветумес Фэма, лежащего против Ездрилона, на передней стороне равнины, близко к Дафайму. Я понимаю, что это сейчас никому ничего не говорит, но, в общем, передовые позиции, вот где ближе всего к этому войску, чтобы они заняли восходы в Нагорную страну, потому что через них был вход в Иудееве, легко было им препятствовать приходящим, так что тесен был проход даже для двух человек. Грубо говоря, фермопилы, да, то есть перекройте вот тот единственный проход, через который это войско может попасть на территорию израильской страны. Сыны Израиля поступили так, как верил им великий священник Иоаким, исторейшина всего народа израильского, пребывавший в Иерусалиме. Ну вот, смотрите, сначала упомянуты военные приготовления, то есть фортификация, припасы, там, где какая диспозиция, кто где чего обороняет, а дальше уже самое главное, и с великим усердием возопили к Богу всем уже Израиля, и смирили души свои с великим усердием. Они и жены их, и дети их, и скот их, и всякие пришлецы, наемники, купленные за серебро, наложили в ретище на чресла свои. То есть самое главное – это молитва и пост. Пост как усиление этой самой молитвы, как подтверждение, что это не пустые слова, что люди готовы себя, по крайней мере, в чем-то ограничить ради исполнения своих прошений. И всякий муж израильский, и всякая жена, и дети, и жители Иерусалима пали пред храмом, посыпали пеплом свои головы, разослали пред Господом свои вретища, ну то есть то, в чем они были одеты, это самая простая одежда, мешковина какая-то, ткань, которой обмотались просто. Облекли жертвенник во вретище, вот это очень интересный жертвенник, на котором приносятся жертвы, тоже участвуют в этом посте, да, символически. Значит, получается, они, наверное, и жертв не приносили Богу в это время. Вот, пожалуй, единственный случай, когда пост становится временем для прерывания богослужения в Ветхом Завете. Облекли жертвенник во вретище, и прилежно и единодушно взывали к Богу Израилеву, чтобы он на радость язычникам не предал детей их на расхищение, жен их в добычу, городов наследия их на разорение, святыня их на осквернение и поругание. Молитва. Да, смотрите, а вот как здесь интересно сказано. Вот, с одной стороны, вполне конкретные военные мероприятия, с другой стороны, усиленная молитва в сопровождении поста. И одно другому не мешает. Вот сколько раз можно услышать от людей благочестивых, что они как бы это противопоставляют. Вот что делать в трудной ситуации? Действовать или молиться? И действовать и молиться, это же совершенно не взаимоисключающие вещи. И Господь услышал голос их и презрял на скорбь их. И во всей Иудее и Иерусалиме народ много дней постился предсветилищем Господа Вседрожителя. А Иоаким, великий священник, и все предстоящие пред Господом священники, служители его, припоясав ретящим чресла свои, приносили непрестанные всесожжения, обеты и доброходные дары народа. Вот здесь некоторое противоречие. Сейчас не обмотали в ретящим жертвенник. То как они на нем приносили? Он либо был одет в некоторую простую мешковину ткань, может быть, это все-таки символическое там было действие. То есть его, скажем, обмотали, потом ее сняли. Вот мне очень понимаемо. Но, может быть, это тоже в результате все-таки такой притчевый язык. То есть они настолько погрузились вот в этот постный траур, что даже их храм приобрел вот некоторое постное облачение. Ну, как, например, Православная Церковь во время Великого Поста тоже меняется и убранство, и облачение священников. Так и здесь. Но при этом они приносили непрестанное всесожжение, самые такие полноценные жертвы обеты и доброхотные дары народа. Значит, кто еще сам приносил. На кедарах их был пепел. Вот тоже интересная вещь. Кедар — это деталь их облачения. Они посыпали его пеплом. Тоже нигде, пожалуй, такого больше не встречается. Вот постный наряд. С одной стороны, богослужебное облачение, с другой стороны, пепел. Ну, как прах, пыль, что-то вот такое. Символ унижения, символ смирения. И они от всей силы вызывали к Господу, чтобы он посетил милостью весь дом Израиля. Как же будет дальше? Вот есть огромное войско. Мы много раз в Ветхом Завете встречались, начиная с самой книги «Исход», с того, как израильтяне исходят из Египта, а их преследуют египтяне, встречались с этой проблемой. Израильтяне спасаются от великого войска. Как это произойдет? С помощью чуда, с помощью какой-то нежданной победы. Ну, книга «Юдивь» — само название уже о чем-то нам говорит. Книга носит имя женщины. А «Юдивь» — это не просто женщина, это иудит, это иудейка. Книга иудейки. И похоже, что никто об этом еще пока не думает, но название книги нам уже подсказывает, что, похоже, там что-то будет связано с женщиной. Так оно и будет. Но пока что и в следующей пятой главе повествование развивается по нарастающей опасности все больше. Субтитры создавал DimaTorzok